каждый вечер в программе правду 24 у нас звезды но не всегда мирового масштаба сегодня именно этот случай сегодня у нас в программе любовь а узбекский севара добрый вечер добрый хорошо все-таки хотел уточнить я это аналог русского имени люба любовь или это все я слышал в одном из интервью были что это как бы дарящая любовь севара нет дарящая не послышали дающая это на больше сказуемое дарить действие то есть да я в общем-то беспрекрасно вы чем здесь подтвердить вы человек действует ваше основное действие основная движуха этого грандиозный тур по россии меня больше всего конечно интересует 26 до будет 24 октября в року сити я посмотрел просто на вашем сайте что у вас маршрут там россия россия сибирь сибирь урал потом вам дубай вдруг потом баку потом снова россия почему так маршрут выстроили это или это не совсем не превратится снегурочку раз так и в тепло немножко а в эмиратах вы тоже программу работаете что и в кропусе допустим 24 или нет да я думаю это вы на том же языке на тех же языках абсолютно абсолютно верно не разделяя ни в коем случае не каким-то образом переделывая программу именно вот как то так уже сложилось что по нарастающей во первых и по темпу и даже вот по языковым краскам это все в принципе очень друг друга вот не то что компенсирует она им дополняет несмотря на и языкового барьера нет вообще там и русские песни и английские песни и узбекские авторские в жизни вас какие барьеры есть как я люблю когда вы раз так и зацепились я думаю они есть у всех людей только каждая называет это по-своему барьеры препятствия задачи вот для меня наверное больше не барьеры потому что последние годы я понимаю что это называется не так для меня по крайней мере наверное это некое преодоление где-то понимание самой себя в корне получается что за счет того что где-то я могу самостоятельно ответить на вопрос заданность собой или кем-то сама для себя я понимаю что для меня открывается новые двери преодоление преодоление хорошее название для альбома вы сейчас ведь на одном альбоме работаете да у меня на сайте опять же на вашу же это такая фраз стандартная для артистов я работаю на одном альбоме вообще сколько я просто понимаю как можно находиться в туре и при этом какой-то писать новый материал ну на самом деле это все и джима связаны и с другой стороны я достаточно ленивый человек все-таки несмотря на то что материал прописывается и он очень разный да и вот мы сегодня с вами успели обсудить до эфира что бывает так что как бы этот человек пока напишет что новое да проходит какое-то время потому что зритель привыкает и очень хочет слышать те или иные любимые композиции и так далее до которые с года в год звучат в общем ты думаешь ну что ж такой репертуар то будет меняться а он на самом деле я думаю что у большинства артистов как и актеров кто снимается в кино вам все-таки меняется у меня очень такой репертуар широкий и получается что ну вот пока на сегодняшний день не так не такое большое количество песен раскрыто да для зрителей а такая задача передо мной стоит то есть я не то чтобы даю пищу для зрителей которую она хочет съесть да там еду а именно то что мне кажется будет очень вкусным и нужно это сделать возможно это новый материал для них и возможно они привыкли видеть это за счет рекламных каких-то моментов да и тем не менее вот в турах предположим по россии это срабатывает то есть новые песни они вполне переваримы ну вот как-то вы сказали что вы проживаете вот каждую песню бла-бла-бла мне все время кажется что что вы на самом деле почти всегда ну как и большинство если не сказать все артисты в имидже что у вас всегда какое-то вот представление о том как севара должна выглядеть что она должна говорить потому что мне кажется вот когда смотрю по глаза мне кажется что вы такой человек то на самом деле очень ну гораздо темпераментнее чем вы на сцене мне кажется что вы можете взорваться может быть можете зажечь вот в студии ну я имею ввиду в телевизионных студиях не знаю как на записи на концертах этого не видно никогда но потому что для меня вот подобные идеологии это на самом деле ответственное дело я просто не прихожу сюда играться там или показывать насколько темпераментно и для меня в любом случае задача стоит как можно максимальнее рассказать вообще что я делаю вот и все то есть конечно на сцене я немного другой человек и я знаю что я могу переживать где-то более темпераментнее где-то я могу быть сдержаннее потому что песни разные извините и потом все таки я не развлекаю я больше рассказываю повествую но музыкальным образом и мне очень это близко то есть в принципе я себя в этом нашла мне очень комфортно и я этим живу а главное что мне хочется все делать честно и только так и никак иначе тут какие-то имиджовые моменты это наверное все модные какие-то такие термины которые нужно употреблять как вы говорите имидж ними совы модный исполнитель ухты круто что это такое со временем если вы употребили слову слову модно значит у вас есть представление нет это вы употребили что сказали что вы я повторил за вами никогда не бывает я же журналист сказал что я очень консервативная не знаю может быть при всем при этом может быть ему можно быть и модной только за этим я не гонюсь а про честность вот смотрите географически если я правильно понимаю вы комфортнее всего себя ощущаете в лондоне ну по энергетике ну потому что это вот да это правда почему живете в ташкенте я люблю говорить так что я прописана в ташкенте и безумно этим горжусь потому что никуда я от этой земли не денусь вот и в общем то несмотря ни на какие изменения вообще везде на планете вижу я планетарно изменения которые происходят и вы это тоже прекрасно наверное видите и замечаете для меня все таки именно для моего нутра для меня самой очень важно вот эту привязку оставлять то есть я прям не могу без нее это для меня свежий воздух это для меня почва определенная хотя творить я могу везде как в лондоне так и в москве и это все происходило и происходит слава богу на местах но вот такая вот завязочка существует и пусть она будет я этим очень горжусь а лондон второй дом также как и москва мне здесь тоже очень комфортно и уютно просто именно какие-то наверное архитекторные такие вот архитектурные моменты которые очень греют в лондоне это что-то свое более маленькое такое более вот можно прямо это ощутить здесь сейчас а в москве все большое и тоже красота но это вот наблюдение да такие чисто мои со стороны ну вот люди которые биг-бенд строили тауэр вот сейчас они там у вас папа насколько и если не путаю с андежана мама из ферганы так точно для вот жители средней полосы россии который не был никогда в средней азии это просто название а это при этом разные города вот опять же по ощущениям андежан и ферган да они кстати разноватые то есть друг от друга у них разница 40 минут час это все ферганская долина да вот то есть там идет кокант и дальше завязочки на манган андежан фергана вот они в одной завязке да так же как другая сторона самаркан бухара хима да и это все ташкентом объединенные вот как бы вот так две дороги вот вы родились в андежане да только родилась только родились вы не росли там нет а росли где я родилась в андежане и росла в ташкенте периодически заезжая естественно к родственникам и в андежан и ферган а я думаю что это насыщенное то есть вы не фергане росли нет ну как но детство оно сопряжено в любом случае с поездками и туда и сюда а учеба и все остальное было а сына вы рожали где в лондоне как положено вам всем зачем нырять нет он родился не там они там он родился на планете земля не вообще не люблю о нем говорить не будем пропустим просто скажите как его зовут и если у него слух и мы за эту тему закроем его зовут море океан потому что родился на 1 марта а это месяц рыбки очень концептуально выстроены если он родится так да ну последни hall obvious а не знаю в шесть лет или там можно говорить есть 여ство ребёнка слух голос или рыно еще идеально идеальный слух голос да потому что он может еще 3д мы любил от оборваны ком руками не все это уже было понятно в пять лет что у У него все нормально со слухом. А ему 5 всего пока. Мне кажется, что 6. Сейчас есть половина. А, все-таки, да. Какой вы семьянин, а как ваш сын поживает? Ой, мой сын уже, он уже поживает сам по себе давно. Уже давно не лялька. Да. На здорово. Вы колыбельные пели? Я вообще не... Сейчас же мы с сыном тему закрыли. Мне просто идут, что у вас в репертуаре есть колыбельные. Да, далеко до рождения ребенка, естественно, и есть это произведение. Называется «Алла». «Алла» с узбекского означает «колыбельная». Она, эта песня, есть в природе и в моем творческом, как бы, альбоме. Можете напеть? А? Ну, просто вот, чтобы я понял, что... Конечно. Ухла, болан, ухла, джану, алла-йон, алла-йон, алла-йон. Боже мой, какая вы красивая. Да, боже мой. Я просто на вас вот можно, смотрите, как это, ходи-ходи. То есть на вас можно просто смотреть, получать удовольствие даже при выключенном звуке. А когда вы еще и поете, то это просто божественно. Внутрелесть. Счастливы те, кто попадет на ваши концерты. Скажите мне, пожалуйста, такую вещь. Вот все время, когда слушаю беседу, все спрашивают про Питера Габриэля, про вот это вот ваше звездное с ним сотрудничество. А я слышал, что у вас какая-то еще история с Робертом Плантом была. Да, была. Была, да? Была. А что за история? Очень похожа на историю с Гебриэлом, потому что, как, в общем-то, я не знала, кто такой Гебриэл, когда я встретилась. Вы не знали, кто такой Гебриэл? Ну, конечно, Дженезис-то я знала, потому что там же их было... Фил Коллинз там еще был. Да, и очень многие, к сожалению, даже сегодня отмечают, что это Фил Коллинз, почему-то Питер Гебриэл. Не то чтобы... Ну, для людей немножко он не так, наверное, популярен или что, я не знаю. Нет, давайте не будем так говорить. Популярен, знаком. Так, хорошо. Вот. И с Робертом была аналогичная встреча, где я не знала, что это Роберт Плант. Но про Лид Зеппелина вы знали, тем не менее. Ну, конечно. Но я не знала, что это его... Ну, хорошо, конечно, да. Да, что, конечно, да, в ревизии. Почему это? Конечно, да. Вот. Ну, мы, в общем-то, записывались... Вернее, я писалась на студии, как обычно. В Лондоне? Да, на студии Питера Гебриэла. Риэл Волт называется эта студия. А у них как раз была подготовка к туру, к мировому. И мы просто повстречались все на кухне, кеттеринг, который, в общем-то, случается у нас каждый день. Завтраки, обеды, ужины. И вот так вот за обедом мы разговорились. То есть мы, в принципе, все как-то относительно за общим столом сидим, потому что кухня небольшая, сама столовая. Вот. И, в общем-то, как-то так очень непринужденно в такой обстановке. Что делаешь? Я и это. А вы что делаете? Мы вот занимаемся. Приходите, если что. Там народ как-то не очень был на тот момент много в студии самой. И мы сказали, да, конечно, с удовольствием. А человек, который рядом со мной сидел, он, конечно, опешил, что я так очень спокойно реагирую. И вообще он-то понимал, кто это. И вот мы пошли. У нас была такая ознакомительная часть с их программой. А там в коллективе у него было несколько новых ребят. И вот он просил, пожалуйста, Цивара, делай свои замечания. Насчет того, что как все звучит. Вот ты наш сегодня зритель главный. Конечно, я сидела на пуфике, все это оценивала и серьезным видом поправляла в основном басиста. Они, конечно, сквозь всех ок мы понимали, что эти отметочки такие, в общем-то, делал. И ничего против не имели. И делали некоторые замечания друг к другу. И, в общем-то, процесс шел как процесс репетиционный. А уже потом, когда у нас есть фотографии, где мы вместе щелкнулись буквально сразу после этого, что вот надо это знаменовать снимком, пусть останется на память. Вот. Такие пару удивительных кадров. И потом уже накануне, вернее, на завершении дня уже ребята объяснили, кто это и с чем это едят. Так что вот так все было весело. Для меня, конечно, это было удивительно, насколько человек просто себя вел. И вообще он, наверное, получал удовольствие от того, что, в общем-то, артистка. Я уверен, что он получал удовольствие. Ему было нормально. Очень хорошо было. Потому что вообще с вами невозможно не получать удовольствие. Но вот Гэбриэл и Плант. Как вы считаете, на самом деле, они вас пригласили к сотрудничеству, учитывая вот момент просто женской привлекательности, что вы красивая девочка? С Плантом у нас сотрудничества не было. У нас было на 20-летние. А, то есть вы просто вот это ни во что не переросли. Нет, это встречи. И у нас был такой некий импровиз на сцене, когда отмечалось 20-летие самой студии. Ничего себе не сотрудничества. Мне некоторые просто отдали бы полжизни за такое не сотрудничество. А нет, ну это абсолютно было не запланировано. Поэтому все равно произошло и произошло. Это было. Да, это случилось и было очень здорово, на самом деле. Потому что у нас не двое было, у нас там трое и четверо, еще африканцы. Ну, не уходите от вопроса. Как вы считаете, вы используете этот элемент осознанно или отдаете себе хотя бы отчет в том, что многое красивым девушкам достается легче, чем некрасиво? Да нет, ну, во-первых, да красивые далеко очень и вообще в каком вы имеете в виду смысле? Просто физическая красота, да? Вот тут привлекательность. Да нет, вот допустим, там вот ваше знакомство с Питером Габриевым, он просто вас увидел вот на этом лондонском фестивале, он оценил музыкальную составляющую? На тот момент меня достаточно сильно вообще корежило то, что я не люблю себя. Ну, в смысле, внешне я себе абсолютно не нравилась, поэтому тут вопрос не может стоять таким образом, там, зато что привлекательность. Нет, абсолютно, для меня как раз именно точкой отчета всегда было, ну, вот музыкально доказать себя, потому что там, значит, красоты вообще меня это не заботило, вернее, меня это расстраивало больше, что там с красотой, что-то не так, что-то так не случилось там до 100%. И, естественно, это был, если вы читали, это же, ну, это же невзначай получилось, да? Я не читал, я слушал ваше интервью, как вы уже рассказали. Так, вы говорите, у судачно, там, удачево. Нет, ну, в смысле, что вы пошли там помузицировать, и вас заметили. Нет, нет, я случайно там оказалась. Случайно, там кто-то не пришел. Не приехал, да, визу не получил, не приехал. Кто-то не получил визу, да, то есть там вот был элемент удачи. И мне, да, выпала такая вот... Ваше вот он увидел, находясь в аудитории... В общем, он увидел, что в течение пяти или семи минут шатер запомнился. Это для него было. А. Ну, чтобы, наверное, понять, что, ну, наверное, не все так плохо. Да, шатер, только мы объясним, что там все площадки были в разных шатрах. В разных шатрах по разной заполняемости. Этот шатер был около тысячи человек. И вот этот шатер запомнился. То есть я 30-40 минут выжила, выстрела. После того, как вы стали там зажигать, на чем у вас музыкальный инструмент был? Я была на датаре, играла на датаре, но не забывайте о том, что я была без музыкантов, и мы быстро всех наняли там. То есть там был басист от Шинета Конор, например. Он согласился. То есть подписался хотя бы... Вот, и я об этом говорю. Вот что это он согласился? Просто я бы предложил ему, он не согласился. Нет, ну, во-первых, это было, ну, не бесплатно, но, с другой стороны, они видели вот этот мой порыв музыкальный. И там за какой-то минимум они согласились, и мы отыграли удивительную программу на 40 минут. Причем до этого, естественно, было какое-то недоверие с их стороны, потому что какая-то девчонка молодая там пришла, что-то хочет вообще, азиатка, что она там хочет. И я, в общем, на пальцах объяснила квадрат, форму музыкальную того или иного произведения, и мы выстрели, можно сказать, там 30-40 минут. То есть, наверное, для него это было тоже неким таким шагом для меня, вернее, от меня, что, ну, неплохо, вроде бы, как бы, наверное, отметил он. В общем, мы поговорили, и, в принципе, буквально сразу принялись за поиски Гектора Зазу, который потом, в общем-то, вышел, но она сама на него. То есть мы не знали, что это будет он, но это было очень волшебное, на самом деле, здоровское сотрудничество, о котором, ну, я вспоминаю очень долго. Вот про народную музыку, про фолк. Помимо вас, кто-нибудь за пределами республики узбекскую музыку пропагандирует успешно? Я думаю, да. А, я думаю, да, это значит вежливая форма. Нет, 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 я не пытаюсь смягчить ни в коем случае, потому что, ну, просто мне повезло, я вижу мир, например, да. Да, и я знаю, что и наши узбекские артисты, артистки, они все-таки, они выезжают. Просто смотря, как это организовано, вы же понимаете, что имеет значение, кто за этими людьми стоит, как их можно пропагандировать. Хорошо, а кто за вами стоял, когда вы взяли и поехали просто вдвоем в Лондон, без всякого приглашения, без всего взяли и поехали. За вами же никто не стоял, или за вами кто-то стоял, я чего-то не знаю. Да, да, метафизика, бог стоял. Ну вот, мы об этом и говорим. Нет, я хочу сказать, что, не знаю, как у вас в жизни, но мне кажется, что и у вас в жизни это так. Мы все-таки окружаем себя людьми больше, чем предметами, да, роскоши и так далее. Это все-таки для меня, я считаю, что это все-таки действительно сокровище, как сказал некто, что друг – это сокровище, друзья, люди, которые тебя окружают. Это все, на самом деле, бесценно, потому что они тебе помогают становиться тем, кем надо стать, да? Ну, как бы это зеркало все зеркальное. Поэтому, в общем-то, мои люди вокруг меня меня не подвели, а я, надеюсь, не подвожу их. Вот так все. Я надеюсь. Я уверен, что вы никого не подводите. Мы переходим к финальной части, к коде. Вам подсказывают. Это «Игра в правду». Называется, как она выглядит. Здесь четыре фишки разных цветов. И вопросы таких же цветов, распределенные по группам. Здесь есть неловкие вопросы, откровенные вопросы, на подумать. Белая карточка – это свободный вопрос, значит, я вам буду придумывать сам вопрос. Звучит. Вот три у нас будет. А что четыре белые? Сколько там? Три вопроса? Три, да. Три из четырех. Так. Так. Хорошо. Ой, как мне нравится. Красная. Любую красную выбирайте. Вот эта красная? Нет, это белая. Пардон. Вот она красная. Да. Игра в правду. Откровенный вопрос. Как я это все люблю. Как часто вы удаляете смс-переписки из телефона, чтобы их не прочитал ваш партнер? Вы сами, да, придумывали? Нет, ни в коем случае. Я всегда говорю, что это вообще французская игра изначально. Во-вторых, еще с переводом не самым адекватным. Так, с партнером повезло, у него, наверное, в природе это не заложено, ну, говорятся там в телефонах, в сухах. Поэтому уважение к нему беспредельное не за это, а вообще за то, что он такой есть данный в мире мне, Богу. Поэтому, ну, а что удалять-то тогда, если он не лазит в моем телефоне? Исчерпываю. Удалять нечего пока. Надеюсь, надолго это все. Так. Желтая. Как мне нравится, что разные. Любую желтую, стало быть. Вот, пожалуйста. Неловкий вопрос. Уходили ли вы из заведения, намеренно не оплатив счет? Или что-нибудь прихватив на память? Да. Вот первое нет, а второе, да, прихватив на память, бывает. Люблю всякие там открыточки. Ну, вот то, что, в общем-то, не больно будет этим, как там, заведениям. Так, смотреть нельзя. Так, снова красный. Если вам красный вопрос, не комфортный, я могу дать еще одну вопрос. Это нечестно. Это же игра... Хорошо. Так, там, правда? Да. Так что, что есть? Это же игра в правду. Ой, что не игра там, что жизнь-то все это похожа. Откровенный вопрос. Расскажите о своем худшем свидании. Так. Худшее свидание было, наверное? Только это свиданием-то назвать нельзя. Когда человек, вот, как бы, это... Ну, это мы в школе учились, не знаю, мальчик очень любил меня. А я, наверное, любила его только, я не знаю, может быть, нравился просто. Вот. И у нас, как бы, так все обстояло, что от дома до школы сплошная грязь. Это уже позвучит. И то есть с подъезда надо, чтобы на руки поднимали, и вот до школы... Было такое преимущество у меня, слава богу. И вот худшее было то, что он до школы не донес, обожал, потому что, ну, как бы, наверное, это и был самый такой, как там, естественный контакт, что вот нес на руках, и все. Кроме этого ничего и не было. Такая сплошная платоника. Вот. И худшее было тем, что вот он меня в школу поставил, и там дальше у него была куча девочек, которые прям с ума сходили по нему. И я все думала... Всем бы такое худшее свидание. Да, я все думала, ну, что ж ты, вот, что ж с тобой делать-то? И вот все это и было таким. Я дарю вам в качестве пиара, собственно, книжку 24 кадров про женские истории. Здесь наш с вами предыдущий разговор в этой студии. Надеюсь, что нынче разговор в следующей будет книжке. Ну, 24 октября есть шанс увидеть прекрасную Севару на сцене. Приходите в Крокус. Это альбом письма, слова и фразы. О котором мы не поговорили. Ничего страшного. И это фраза из песни, написанная на слова... Вернее, написанная Вячеславом Бутусовым на песню «Письма». Так что вот буду очень рада вас видеть. Прекрасный вы ведущий. Я так и наставаю. Спасибо.